Всем привет! С вами Алексей. Последний день апреля 2022 Покажу состояние горизонтальных отводков Расскажу, что я с ними сделал Потому что, как оказалось Этот вопрос не всегда До конца изучен Даже Достаточно Опытными специалистами в каких-то Других областях, работающих с другими Растениями, с виноградом И так далее. Поэтому расскажу Как делаю я, ни на что не претендую Но Судя по результатам В принципе, все нормально, поэтому Если кто-то захочет Может перенимать, так сказать Идею. В чем идея? Сейчас уже завор пойдет В том числе и под пригибание Как видим, это сорт трапезунт у нас Вот оставлена одна ветка Для получения Небольшого количества плодов, для вегетации Все остальное горизонтальные отводки Они под пригнуты Что значит под пригнуты? Они не касаются земли по возможности Да? Почему? Потому что все равно еще есть угроза весенних заморозков Под пригибание я сделал буквально недавно Это произошло все очень удобно Растение полно соков Хорошо гнется, замечательно И как видим, к земле старался, чтобы не пригибать Почему? Потому что если будут весенние заморозки В моем регионе Есть угроза до 20 мая До 20 мая То есть у вас где-то, если вы севернее находитесь Соответственно, может быть этот срок еще позже Естественно, растение к земле не пригибается Если растение пригнуто к земле и даже не будет заморозков Оно пострадает Сама почка, она замыливается То есть есть люди делают воронку Да, в нее кладут сразу растение Это самая большая ошибка Туда заходит весь заморозок, если он есть Почка подмерзает, очень сильно страдает Некоторые даже могут погибнуть И, соответственно, с землей все это замыливается И очень плохие результаты Понимаете, вот очень плохие Вот это я вам покажу Значит, растение вот здесь, вверху На расстоянии где-то примерно метр У меня подрезано Подрезка производится в любое время Я подрезал раньше, так как брал отсюда черенок Просили черенки, поэтому черенки трапезунда были, так сказать, в наличии в продаже Вот, соответственно, вот эта метровая палочка подпригнулась Теперь дальше После 20 мая вот здесь прорастет Можно нормировку делать на свое усмотрение Опять же, того же 20 мая Ну, я за себя говорю Вы смотрите сами Раньше не надо, потому что, ну, болячки могут проникать в образовавшиеся раны Вот здесь лучше замазать садовым варом Или садовым бальзамом специальным Еще лучше, если есть такая возможность Если нет, на некоторых я вообще ничего не замазывал Потому что у меня все обрабатывается Поэтому, я думаю, все будет хорошо И только вот лишь после 20-го Смотрите, некоторые мои коллеги говорят, что на объемах неудобно У меня тоже немаленькие объемы Несмотря на то, что я Нет у меня доступа до всех объемов Но того, что осталось Там, в принципе, достаточно нормальный объем Я делал сам в этом году все И, получается Сначала все было перекопано, естественно Подкормлено, перекопано Разровнено, естественно Потом я подпрыгнул И теперь, смотрите Получается, мне осталось только Самая сложная работа Это закапывать эти подпрыгнутые саженцы Или не пригнутые Но я уже знаю, где у меня Кто будет находиться Это очень важный момент Мне уже не надо будет тратить время На планировку Куда какой пойдет У меня уже все распланировано То есть самая тяжелая работа уже сделана У меня хорошая, рыхлая, подготовленная земля Мне осталось только Небольшим инструментом Ручным Делается, типа тяпки Делается ров После 20 мая Прикладывается растение Оно уже подпрыгнуто Оно уже привыкло к этому Не надо тянуться Не надо смотреть Оно же вырастет еще к тому моменту А здесь у меня будет все Оно уже будет вверх тянуться Вот так Под 45 градусов примерно И все Я просто прикапываю Кого не надо Быстренько поудалял Перед этим Сразу пригнул И сразу же землицей Хорошенько прикопал И утрамбовал И у меня уже с земли Растут прекрасные растения Листья не обрываю Потому что Ну это нереально Это нереально Кто хочет позаморачиваться Заморачивайтесь Никогда не обрываю Тут главное хорошо пригнуть И результаты будут И вот сейчас вам покажу На примере там одного ряда Вот кстати Попадаются Попадаются Видите какие Товарищи Не все были найдены Вон еще один спрятался Так вот здесь Видел одного Вот Сорт трапезунт Вот рядок трапезунта Планируется Штучек 500 С этого небольшого рядочка Получить Поэтому по вопросу Там где сады Садов Нет Когда-то хотел сад И может быть Когда-то сад будет Но пока саженцы Вот видите Вот так Идет Штамп Не знаю где противники Штампа Посмотрите какой красавчик Просто великолепный Штамп Идеальный штамп С прекрасными урожаями И дает большое количество Отводка Ну там я делал видео Планировал 100 100 конечно Может он и не даст Но 50 товарных Очень хотелось бы получать Как минимум С одного такого Куста Пошли дальше Даже малыш уже Дает Не дал неплохую ветку Все то есть И так далее Вот они Все то есть Даже не надо много места На обычных Участках Возле дома Можно иметь Достаточно Неплохие Маточники С достаточно Неплохими Результатами Не разбогатеете Но если по умному Сделать Кто хочет заниматься Это очень тяжелый труд Но кто хочет заниматься Если угадать С сортом То в принципе На кусочек хлеба Вам хватит Все Всем спасибо огромное Кто смотрел Всем огромный привет Из Харькова Кому понравилось Поставьте лайк пожалуйста Поделитесь Это видео Так как оно Очень важное Для любителей Фундука Для размножения Фундука По моему Скромному мнению Ну и все Кто не подписался Подпишитесь Пожалуйста С колокольчиком И буду прощаться Всем пока Фундука Субтитры сделал DimaTorzok